мы рады быть здесь в калифорнии мы посылаем привет всем нашим товарищам по всему миру завтра мы начнем наш конгресс и я надеюсь что он поможет нам подняться еще выше к объединению у нас собственность общий вопрос почему объединение настолько важно что собственно кроме этого нам не на чем работать и поэтому и тора начинается с адама который был сотворен потом совершил грех левопознания с разбиение для того чтобы мы поняли что начало творения это разбиение что высший свет вошел это это рацион и взорвал желание которое было сотворено это рацион и взорвал желание ясуми биггарс Вышли из Большого Взрыва, и так они развиваются. Пока мы не приходим к осознанию зла внутри своего желания. И начинаем понимать, что то, что возложено на нас, — это объединение. И начало этого постижения, что творение требует объединения, и начинается с человека, и приходит через весь спуск душ к нам. А исправление в том, что мы не разбиваем свое эго, свое эгоистическое желание, которое думает только о себе. Мы раскрываем, насколько оно действует нам во зло, и мы хотим из него выйти. Перейти к желанию отдавать. Это первый этап. И так мы очень хотим избавиться от своего эго, которое приносит нам проблемы. Но выход из эго в этом случае — это выход эгоистический. И поэтому здесь есть такой особый трюк, что в пути мы приводим в действие свет, возвращающий к источнику. Это особое воздействие на нас, которое начинает постепенно менять в нас восприятие. И мы начинаем ценить это свойство отдачи и любви к ближнему. Не потому, что с помощью этого мы можем избежать проблем. И не потому, что мы приходим к жизни хорошей, а потому, что это важно, это велико. В этом есть нечто особенное. Есть такая статья из статей Шамати. Что значит «лишма»? Что невозможно понять это, пока человек его не получает. О, вот, именно, пятая статья. Он пишет, для того, чтобы удостоиться свойства «лишма», не в состоянии человек понять это свойство, потому что не может человеческий разум понять, каким образом такая вещь в мире возможна. И это по причине, что все, что дают человеку понять, что если он будет заниматься Торой и заповедями, чтобы чего-то достичь, то есть во всех своих желаниях, там должна быть его собственная польза. Потому что иначе человек не в состоянии ничего сделать. У него нет энергии. Поэтому «лишма» — это свечение, которое приходит свыше. И только тот, кто пробует его, когда оно уже к нему приходит, и меняет всю его природу, тогда, секундочку, тогда он может знать и понимать. И об этом сказано. «Попробуйте и убедитесь, как прекрасен Творец». То есть пока это не приходит, пока мы это не пробуем, мы не можем понять, о чем вообще говорится. То есть что такое духовное? И поэтому мы делаем всякие ухищрения, выполняем советы. логичные и нелогичные. Пока мы не получим эту вторую природу. Это настолько не похоже на то, что происходит в нашем мире, что это не просто я меняю причину, по которой я произвожу действия. это меняет все мое восприятие. Невозможно, невозможно передать, объяснить. И тогда он говорит нам, Баль Сулам, что если мы не в состоянии ничего сделать, пока мы не получим вторую природу, и не будем знать, о чем говорится, и не поймем, что значит быть дающим. То есть работай так, что у тебя нет никакого личного интереса, личного отношения тебе. Все равно, что из этого выйдет для тебя. Все-таки ты не можешь избавиться от желания оставить все свои усилия, потому что усилия, которые ты делаешь, все-таки Простите, ты не можешь не проделывать усилия, потому что именно усилия, которые ты проделываешь, они ведут тебя к состоянию лолишма. Поскольку мы должны приложить сумму требуемых усилий в лолишма, как будто бы мы хотим прийти к состоянию лешма, хотя это против нашей природы. И эти усилия, именно они создают подготовку для того, чтобы мы почувствовали лешма. Лешма и лолишма это две формы действительности. И разница между ними это с кем я себя отождествляю? Со светом или с желанием? И поэтому разумеется, мои усилия все-таки они ничего не делают. Я все-таки остаюсь на своей эгоистической половине. и действительно нет никакой связи между моими действиями и тем, что я получаю духовное свойство лешма. Но именно эти усилия называются молитвой. И они строят хиссарон, желание, потребность в новом состоянии. так мы приходим к нашему рождению в духовном. Когда свойство Творца облачается в желание человека и начинает охватывать, облекать все его желания. мы можем прочитать эту статью? Лешма это пробуждение свыше. Это пятая статья из статей Шамати. Но даже после того, как мы прочитаем и даже не раз и каждый из нас читал и слышал много раз, все-таки нам необходимо понять, что кроме действий мы будем проделывать для того, чтобы приблизить свет, который дает нам Лешма, нам нечего делать. Все действия для того, чтобы увеличить Хисарон Клишма, и тогда количество действий и количество свечений, которые мы получаем, вместе создают нам точку духовного рождения. все действия, которые собственно могут привести нас к Клишма в конечном счете. Это в конечном счете действия по объединению. Поэтому Тора начинается с Адама, который был порожден после всего развития неживой растительной животной природы, как стадии нулевая, первая, вторая, третья, и человек это последняя, четвертая стадия, в которой есть особая сила, что она может уподобиться высшей силе. мы, как часть этого самого Адама Решона, того желания, которое прошло разбиение, грех, должны раскрыть каждый в себе точку разбиения, насколько все наши мысли и желания направлены на самих себя, что результат наших действий в мысли, в желании, в действии направлены только на то, чтобы наполнить наше индивидуальное эгоистическое желание, эгоистическое желание. Насколько мы проделываем действия, которые каббалисты рекомендуют нам делать, мы притягиваем к себе света, в учебе по правильным книгам, в организации в правильную группу, и тогда постепенно под воздействием света на нас мы начинаем проверять нашу природу. И постигать насколько она противоположна тому свету, который светит на нас. Мы не чувствуем свет, но чувствуем, что мы противоположны чему-то истинному и высокому. в результате этого приходят к нам отчаяние, слабость, разочарование, и люди, которые не в состоянии быть выше этого внутреннего отрицательного впечатления. они уходят, а люди, которые понимают, что нет выхода, что нечего больше делать в жизни, продолжают дальше. и в конечном счете наполняют ту самую меру усилий, которую должны наполнить. в объединении, в распространении, в учебе, во всем. И тогда они получают плату, которая называется лишма. то есть духовное свойство, свойство отдачи. Мы сейчас находимся перед Конгрессом, Калифорнийский Конгресс 2014 года. И необходимо подготовиться серьезно к той самой возможности, которая есть у нас, быть в объединении, пытаться пробудить вместо отдельных желаний единое желание. Если мы придем к какому-то очень малому проценту единого желания между нами, мы сразу почувствуем это единство, объединение, свойства отдачи, которое называется высшим светом. движение, объединение, связи с тем, что называется upper life. Поэтому все зависит от нашего усилия. Можно тянуть это годами, А можно завершить это за один час, как написано, что есть тот, который обретает свой мир за один час. И тот, кто находится в этом, он понимает и чувствует, что это, и не может другим объяснить, что это, что он чувствует. Поэтому наука Кабала называется тайной наукой, скрытой наукой. Как Бааль Сулам пишет в своем стихе, что все, что вы раскроете, раскроете вы и никто иной. И это свойство отдачи, или свойство ришма, о котором спрашивалось. Все, что мы изучаем в науке Кабала, в конечном счете, мы изучаем об этом свойстве. Для того, чтобы вызывать его воздействие на нас, переводящее из мира в мир. Все, что мы делаем, когда мы выходим на распространение или занимаемся объединением в группе, это все для того, чтобы пробудить воздействие лишма на нас. А самое значимое действие, самое эффективное – это такие конгрессы, на которых мы сейчас находимся. Поскольку здесь огромное усилие людей, которые своими деньгами, временем, усилием решили объединиться и притянуть этот свет. Чтобы он подействовал на них и изменил их природу. Поэтому мы ждем намного большего, чем то, в чем сейчас находятся наши люди, которые вместе с нами в различных местах собрались на зеркальные конгрессы. Поскольку так мы поддерживаем друг друга и увеличиваем свет, воздействующий на нас, усиливаем свет, воздействующий на нас. На высший свет нет никакого ограничения, он бесконечный. Все зависит от возможности человека усвоить его, воспринять его. Поэтому, чем больше желаний мы объединим вместе, чем больше мы раскроем желание близкое к Лишма, о котором сказано, от любви к творениям к любви к Творцу, где любовь к творениям – это нечто, чем мы в какой-то мере можем заниматься. В соответствии с этим мы пробудем этот свет, возвращающий к источнику. Это тот самый свет, который действует в духовном мире. Чтобы он нам дал такую радиацию свыше, такое свечение издалека, чтобы мы получили изменения в наших свойствах. И тогда мы сразу поймем, что мы относимся к единому Кли, что все, что я чувствую вне меня – это части моей души, что я нахожусь в разбиении восприятия, когда я вижу, находящиеся вне меня, как вещи чужие, не относящиеся ко мне и даже противоположные. Так мы меняем восприятие реальности. О Лишма, поскольку мы его не чувствуем, о нем можно говорить часами, и все-таки мы не почувствуем, что мы близки к этому. Об этом написано. Попробуйте и убедитесь, как прекрасен творец. Это не относится к различным явлениям нашего мира, когда мы из одного состояния можем понять противоположное состояние. Здесь нет такой возможности. Но вопросы, может быть. Продолжение следует... Вы сказали, что есть человек, который обретает свой мир за час. Так что же этот человек делает того, чего я не делаю, что мне надо делать? Мы учим такой особый случай, о чем рассказывает нам Тора, о Раби Йоси Бен Кисма. Он был велик. Но для того, чтобы подняться еще больше и продвинуться, необходимо соединиться с чужими желаниями, исправлять разбиение в той мере, что он собирает и относит к себе чужие желания и любит их так, как любит сам себя. И даже больше, чем себя. Как сегодня я люблю себя больше, чем кого-либо. И так, любить других, это значит, что я люблю их больше, чем себя. То рассказывается о том самом Раби Йоси Бен Кисма, который учил простых людей, очень простых. И даже они, может быть, даже и не понимали, насколько они изучают науку объединения, науку Каббала, как прийти к Лишма. Но он относился к ним, как к завершенному, законченному Кли. Не то, что они раскрывают это замечательное состояние. И не то, чтобы он рассматривал их таким образом, но он относился к ним так вот. То есть, как будто бы он имеет дело с цельным, совершенным Кли. И это давало ему возможность продвигаться каждый раз все больше и больше. Поэтому ты должен понять, что когда ты находишься в группе, которая, в общем-то, хоть в чем-то, где каждый из них хочет прийти к Лишма, хотя и не понимает, что это такое. Как мы сейчас учим, для того, чтобы удостоиться Лишма, человек не способен это понять. Потому что это не в человеческом разуме понять, как такое вообще может быть в мире. Ну, так они не понимают. И ты не понимаешь. Но если ты принимаешь группу, которая находится вокруг тебя, как идеальную группу, которая как будто бы уже находится в Лишма, и ты хочешь включиться в нее. И ты не хочешь видеть так, как видят твои глаза, что они такие маленькие, путанеки, ничего не понимают. Ну, ты говоришь, каждый судит по своим недостаткам. Но я нахожусь в состоянии, когда я нахожусь в раю с этой группой. в идеальном состоянии. Только я порчу это состояние своим эгоистическим видением. Все мои качества, которые воспринимают реакцию на эту группу, мои эгоистические, испорченные свойства, они портят мне эту картину, истинную картину, и превращают ее в искаженную картину. А если так ты относишься к группе, в которой ты находишься, то, в принципе, ты создаешь духовное состояние, когда ты хочешь соединиться изо всех своих сил с идеальной группой, которая является более высокой, правильной ступенью, и всеми своими силами души и желанием, мыслью, ты хочешь включиться в нее, как зародыш в матке, матери, то тогда этим ты вызываешь очень сильный свет, который на тебя воздействует. и на самом деле начинаешь обнаруживать себя как зародышем, плодом в матке высшего. или это похоже, скажем, на ноев ковчег, но есть много таких образов, но это состояние, это когда называется обретает свой мир в одной части, и это не важно какая группа и кто он, тот человек, который себя так формирует, свое такое отношение к группе. только понимать, что наше восприятие является ложным, искажается посредством нашего эго, и в принципе, если бы не вот это искажение, я бы видел каждого в конечном исправлении и всех вместе в конечном исправлении. в конечном исправлении. Ну вот. Продолжение следует... The workshop is such an important aspect to be able... Just a little louder maybe. A little louder. Attention. The workshop is such an important aspect of being able to relate to each other in this new way. And we'll have many students... One second. Зон. Парик. Парик, right? All right. There you go. Yeah. Yeah. We'll have many new students here that this might be their first time in a workshop. На этом конгрессе будет большое количество людей, которые могут быть впервые на семинаре. In this new way, rather than using a workshop as a discussion group that they might be used to in other aspects of life. How can you properly teach them how to look at each other in a seminar in a seminar? In addition to other types of seminars, which they may have been in their previous life. Я не знаю. Я смотрю на человека так, что он как будто бы всегда находится в начальном состоянии, потому что в каждую секунду мы находимся в новом состоянии. В духовном развитии есть такое очень особое свойство, я бы сказал, но это какое-то такое чудо, магическое. Человек на самом деле чувствует, самый даже большой, чувствует себя каждый раз как маленький ребенок, новорожденный, который развивается. Потому что желания все время обновляются с нуля, с отрицательного. И поэтому, когда я был у Рабаша, я помню, что он был... Ты хочешь учиться? Садись. Итак, мы сидели вокруг стола, и также новичок. И учились, скажем, в середине где-то так очень продвинутой части учения десяти сферот. И этот человек не понимал, конечно же, ни одного слова. И Рабаш как будто бы не знал об этом, что он ничего не понимает. Но мы, конечно же, не относимся так к людям, которые приходят к нам. Мы понимаем, что им надо дать какое-то наполнение и уму, и сердцу. Потому что иначе они убегут. Но и я забочусь так на своем уроке. И я играю с кем-то вот над этим, скажем, я смеюсь, с тем я как бы конфликтую. Я такой как бы спектакль устраиваю. Надо людей побуждать. Надо давать им что-то. Но на самом деле правильный урок, когда человек выходит с урока и понимает и чувствует, что нет у него ничего. И находится в состоянии, когда у него нет шанса достичь духовного. Потому что тогда он просто взрывается и кричит. от беспомощности. Но я боюсь приводить своих учеников к такому состоянию. И так они разбегаются. Но то, что касается людей, новичков, которые участвуют в семинаре, в соответствии с тем, как мы проводим семинары на улице, мы видим, что люди очень хорошо, прекрасно принимают их. Кроме того, мы проведем подготовку. Для чего нужен семинар? О чем это? Если мы говорим о разбиении келим в Адаме Решоне, то есть в душе, и эти части, которые надо соединить вместе, то в нашем мире, в нашем состоянии нет формы более правильной, чем десятка. и это духовные законы, законы коммутации, и объяснить их не так уж и трудно. Человек также чисто естественно понимает, что это так должно быть, если мы говорим об одном организме. Нам нужно только постараться привести его к первому воодушевлению от круга. Я видел людей, которые настолько становились соединенными в своем круге, и такое удовольствие ощущают в этом действии, что становится, возникает привлекание к этому, что когда человек нашел какой-то особый вкус, образуются как будто бы не сумасшедшими, ну, в общем-то, возникает зависимость от этого. И это хорошо. То есть, он понимает, что есть тут возможность привлечь особую силу, которая будет направлять его, сопровождать его, то есть, поведет его вперед, потянет. почувствовать себя внутри десятки, как внутри матки, это хорошо. Это хорошо. Будем надеяться, что они получат это впечатление и не смогут потом уже отдаляться друг от друга. как у нас это было в Питере. Я ведь рассказывал несколько раз, что были такие примеры, когда десять человек спали, да, в одной комнате, а комната была двухместная. мужчины. Мужчины в одном комнате, но в комнате начинка была второй для двух. И они все садили. Настолько они почувствовали, что не могут расстаться. Они все время искали, когда выходили на перерыв, искали, где те люди из моей десятки. Потому что Высший Свет, когда действует из этого круга, все, он тебя связывает. Ты уже как маленький ребенок. Все, ты за этим уже идешь. Ты уже просто зависим от этого. Будем надеяться, что это подействует также и на нас. Пожалуйста. Привет, Рав. Я не думаю, что здесь есть кто-то here tonight that's brand new and pretty much everyone here is used to making pretty serious efforts toward connection when we get together for a Congress. Я не думаю, что здесь комната есть кто-то, кто по-настоящему новенький и мы привыкли делать усилия на Конгрессах. like the rubber band. I mean, our quantity of effort is there. How do we increase the intensity, the quality of the effort to the level that needs to be? and we have to Количество усилий, которые мы должны приложить, уже существует. Как можно более интенсивно прилагать усилия в качестве? Мы на самом деле проделали много действий по количеству. Количество влияет на качество. Об этом написано копейки, копейка, копейки соединяется в большую сумму. но главное это увеличить качество. Качество зависит от намерений и от подготовки. И это тоже от раза к разу улучшается, совершенствуется. Мне видится, что кли, американская кли Северной Америки получила какое-то очень большое изменение за последний год. Люди все больше раскрывают внутреннюю сторону сердца. Они все больше готовы открывать свое сердце для других. вообще произошло изменение в американском обществе в целом. северной у меня есть действительно большая надежда на этом конгрессе, что мы достигнем все-таки новые качественные ступени. северной культуры. Конечно же, каждый раз я нахожусь в надежде, что тот уровень Лишма раскроется в нас, что мы еще больше там будем впечатляться какому-то свечению сверху, которое будет давать нам впечатление не очень-то понятное и ясное. Но мы на самом деле постигнем вот это восприятие Лишма, и начнем развиваться как духовный плод, духовный зародыш. Мне видится, что мы так много проделали действий и готовы дать качественные усилия, так что конечно же есть надежда, хорошая надежда. Каждый раз я жду перед каждым конгрессом, что это раскроется. из-за своего опыта я знаю, что это приходит так неожиданно вдруг, что невозможно вообще даже представить за секунду до этого, что это произойдет. И так также и Рабаш рассказывает, мне рассказывал, мне даже кажется, где-то это написано. Я полон надежд, что мы на самом деле придем к первичному духовному восприятию. Особенно конечно же нам важно, чтобы это раскрылось здесь, в Соединенных Штатах. И это место, которое влияет на весь мир самым сильным образом. В общем-то правит всеми. И поэтому, если отсюда будет у нас место влияния на весь мир, то конечно же мы все будем продвигаться к общему окончательному исправлению. Мы не видим более важного места за пределами Израиля такого, как Северная Америка. Так вот, поэтому я с радостью приезжаю сюда и очень жду объединения между нами. и как раз именно сейчас пока я вижу, что отношение к этому серьезное и замечательное. так же из наших встреч, которые мы здесь проводим в Америке с разными средствами массовой информации, да и другими конгрессами. Видно, насколько эта вещь сейчас горящая, то есть объединение, система начинает проявлять себя, и люди, которые раньше это все отталкивали, сейчас начинают как-то интересоваться ею. И будем надеяться, что мы сломаем этот железный занавес, то, о чем говорит Бальсулям в начале к предисловию к учению Десяти Сферот. Которая так нас отельку ищает и делает нашу жизнь нестерпимой. Ну, Ну, еще несколько вопросов. Хорошо. Вопрос о роли женщины в Кабале, состоянии ли женщина прийти к лишмам, и если нет, то какова функция женщин? А кто сказал, что женщина не может достичь лишмам? Она спрашивает. Я только скажу, что нету мужчины без женщины, и женщины без мужчины, и Кли это не Кли, если нет там женской и мужской части. В предыдущих поколениях мы вообще не видели общего исправления, кроме как те поколения, которые прошли от Авраама через Египет в Израиль до разрушения Храма. Вот эти две тысячи лет, вот эти две тысячи лет, когда группа Авраама существовала от Вавилона, от Вавилона до разрушения второго Храма, и мужчины, и женщины были в духовном. И мы это видим в Торе. Какое отношение есть и у мужчин, и у женщин? Это одинаково? И если мы думаем, что Тора больше обращается к мужчинам, это потому, что мужчина называется Гевер и Габрут, преодоление в человеке, дословно преодоление. Но если мы берем каждую пару и учим это в Торе, мы видим, что роль женщины решающая по сравнению с мужчиной? А, к хорошему или к плохому, или как Хава и Адам, Сара, где написано у Аврааму было сказано слушай то, что она тебе говорит, творец ему говорит. А потом все эти женщины Ривка, Лея, Рахель. Сколько написано о каждой из них? Насколько эта часть важна в Кли? жена Патифара, это очень важная роль, может быть она отрицательная, но в результате получилось положительное. мать Моше, сестра Моше и дочь фараона, Батья, которые его взрастили, а потом Цепора, то есть он женился на дочери на дочери Итро. И написано, что при выходе из Египта у горы Синай благодаря женщинам-праведницам вышел Израиль из Египта. Так написано. Потом то, что касалось создания золотого тельца. Все же женщины отдали свое золото. Из него потом был сделан золотой телец. То есть действие отрицательное, но это не важно говорить о силе, о силе, которая есть у женщины. И также потом весь процесс, который мы изучаем, откуда появился дом Давида от Номи. Бабушка Давида. И еще потом то, что произошло с царицей Эстер во время Вавилонского изгнания, где благодаря ей вернулись из изгнания и построили уже второй храм. пророчицей у нас на этом пути было много пророчиц, которые пророк. Это очень высокая духовная ступень. Это человек, который раскрывает Творца изгнания, в таком виде, открытым образом. И то, что произошло потом, после разрушения, то, что вся группа Авраама упала, то, что называется народ Исраэля. Но это не народ, это группа, это не такой же народ, как все остальные народы. Это группа идеологическая. группа. То при разбиении, при разрушении, когда упали из братской любви в беспричинную ненависть, там женская часть была поражена больше, чем мужская часть. Но и здесь есть польза от всего. Это значит, что во время изгнания духовная работа больше возложена на мужчин. Потому что они могут больше пробудиться, чем женская часть. От женской части. Поэтому женщины больше так в сторонке прикрыты. более доцелы, более маргинал, но плен второе хитро, как второе фидро. Но когда мы начинаем продвигаться со времени Арии, 16 век, к нашему времени, когда Исраиль уже смешались со всем миром за время своего изгнания, то мы начинаем видеть, насколько женщина начинает продвигаться и встает рядом с мужчиной. А в 20 веке вообще они вышли вперед и уже пришли, ну, как минимум к равенству. сегодня, я думаю, в 21 веке исправление, оно равно и для мужчин, и для женщин. И также мы видим ее в обычной нашей жизни. И я уверен, что женская часть тут будет решающей в исправлении человечества. Мы должны подумать, как мы обращаемся к женщинам. Именно к женщинам, потому что они чувствуют себя глубже, и четче то самое отсутствие безопасности. То тонкое состояние, такое зыбкое, которое сейчас имеет место во всем человечестве. У них есть больше ответственности за их жизнь, за нашу жизнь, за жизнь следующего поколения, по сравнению с мужчинами. И я думаю, что при воздействии на женщин мы можем очень продвигать общество, как американское общество, так и в Израиле, так и в любом месте мира. Ну, может быть, кроме тех мест, как Африка, Арабский регион. нам надо над этим поработать. это подход может нам очень помочь избежать всех бед, которые мир иначе пройдет, если пойдет бейто, когда всему свой срок. Ну, вот все. Я just want shaping the approach of the tent, because this is our first congress in North America after some periods we had mirrors congresses and I just want to forward a little bit and shaping the approach towards the tents. Я хочу немножко отметить, у нас есть первый вот такой конгресс после конгресса в Питере. Basically, as I felt during the mirror congress in Питере, if I'm inside the tent, I'm really concentrating on my tent, and I might forget about everybody else. I felt when the conference we did in Piteru, that when I are in the tent, I forget about all the rest. all and else, or should I do something else, should we do another move, where we include everyone else in my tent? I am the said I am the not a tenth like something special like all other other or not not a tenth like something special but nothing that you don't see nothing you don't feel that in the tenth is a whole world that что кроме этого нет ничего, что все остальное не относится. Потому что мы так устроены, что больше, чем 10, мы не можем почувствовать. То есть максимально то, что я могу уловить в своем поле зрения. И мне важно впечатлиться, воодушевиться, от того, что я могу себя совершенно аннулировать, пока я не растворяюсь там. И я не боюсь раствориться там настолько, что я просто исчезаю. Когда у меня не остается ничего своего, как будто есть у меня еще маленький хвостик, там кончик какой-то, который связывает меня с чем-то вне десятки. Как сказано, если человек пьян, то весь мир его. пьяному то, что называется море по колено. Именно так нет ощущения меня. Только мы — это то, что есть. Мы имеется в виду, что... Это невозможно передать на словах, это потому что выше того, что мы ощущаем. Но к этому состоянию я должен прийти. Мы не должны здесь производить расчетов, что произойдет с другими десятками, что будет у них. Нет ничего больше. Прийти к такому состоянию, как под воздействием наркотика. Как в дурмане. Когда я теряю все свои координаты предыдущие, не знаю даже, как это сказать. Это очень важно. Впечатление это. Очень важно. И через это ты уже начнешь чувствовать новые явления. Это то, что нам нужно. Когда мы в десятке, мы начинаем тереться, чувствуем сопротивление, а здесь возникает место для работы. Что делать, когда ты приходишь к состоянию, когда все соединены, все вместе? Где место для работы? Где место для работы, кроме этого, когда все объединены? И если я уже объединен, то я должен беспокоиться о том, чтобы в этом объединении мы осознанно с устремлением хотели бы в этом объединении прийти к такой подготовке, когда мы чувствуем Творца, который наслаждается от нас. И тогда мы чувствуем, насколько мы слиты с Ним. согласно такому взаимному действию, когда то, что называется «Я возлюбленному моему, а он мне». Но кто это такой Творец, которому мы желаем насладить? Это то, что раскрывается в идеальной десятке. Это тот, кого вы, по сути дела, строите благодаря правильному взаимовключению вашему. Это понятно? Ну, все уже... В последнем уроке подготовки к Конгрессу вы говорили, что у Адама Ришона было раскрытие. Да, конечно. Что именно он раскрыл? Как это привело его к разбиению? Как это связано с нами, когда мы стараемся раскрыть Творца? Адама Ришон — это то самое желание, которое создал Творец, если мы говорим об общем кле. Если мы говорим с точки зрения науки Каббала, то человек такой же, как мы, который жил 5 775 лет назад, который первый, кто раскрыл цель Творения, что происходит, для чего все это, что должен делать человек по сравнению с животным? В чем разница между человеком и животным? Это добавка, которая существует вне нашего материального тела. Когда в нашем теле мы животные, звери. Но что мы должны делать с этой добавкой, которая есть в нас? От Адама Ришона, дословно, первого человека, развилась вся наука Каббала. А что он точно спрашивает? Он спрашивает, почему он разбился и как это связано с нами? И если мы говорим об Адаме Ришоне в науке Каббала, мы говорим об общей душе, общем желании получается созданным Творцом. И мы говорим о мирах, когда после того, когда эти миры разбились и сформировались миры Абия, вышло из внутренней точки общей Малхут еще парцу вышел, который называется Адама Ришон. И этот парцув совершил разбиение, претерпел разбиение, его части упали в ради получения. и должны справиться. И мы являемся этими частями. И зависит от того, на каком уровне мы говорим, на духовном или на материальном. Открытие 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 Как Адам Ришон привел к разбиению, поскольку раскрылось в нем желание, которое называется Ахаб, когда он думал, что с помощью этого желания он доставит дополнительное наслаждение Творцу. Ну, и начал получать в эту часть ради получения, начал ради отдачи получать, и не почувствовал, не мог почувствовать, что в этом желании есть часть, которую невозможно направить на ради отдачи, и эта часть называется Змей. И тогда разбился. И это то, что мы должны исправить. Тогда как человек в этом мире, который жил 5 775 лет назад, Он первый, кто раскрыл весь процесс и цель. Его родители назвали его Адам, им казалось, что это произошло случайно. А после этого он начал развивать свою группу. И тот, кто пошел за ним, называется его сыновьями. Сыновьями, потомками. И Каин, Эвель, и тогда 10 поколений до Ноаха. А при Ноахе, то, что был потоп, это не было потопом, это было внутренним потопом в этой группе, в группе Ноаха. И тогда 5 его, трое его сыновей, Шем, Хам и Эфет. И 10 поколений от Ноаха до Авраама мы уже говорим о людях, которые находятся в процессе духовного продвижения. Когда из всего человечества того времени, не знаю, там было всего лишь несколько сот тысяч, не более. Была группа, которая продвигалась в исправлении мира. И Авраам тоже получил много от потомков, духовных потомков, Адама. И продолжил это. И так все. Мы в целом исправляем желание получать. Путаница здесь очень, как бы это сказать, распространена, существует. Когда о чем мы говорим? Или же мы говорим о пути человека, каждого из нас? И как человек раскрывает этот путь? Или же это раскрылось во всем человечестве, в этом мире? Или же это раскрылось в душах, в духовном мире? Пока что для нас это, как бы, несколько различных процессов, отдельных. Но затем это объединяется вместе. Проблема в нас. Мы через 15 минут должны закончить. Практический вопрос насчет построения десятки. Есть приблизительно 7... 7 из 10 были новыми на Конгрессе. И в субботу приедут. Мы знаем 5 человек, которые приедут всего лишь на один день, в субботу. В субботу, которые совершенно новые. Они приходят из эдюкэйшн-центра. И как создать именение между нами? Он говорит, что в субботу мы будем в определенном состоянии объединения между нами в десятках. И вопрос относительно тех людей, которые могут приехать только на один день. Как, с одной стороны, мы дадим им ощущение самое хорошее, которое только может быть. А с другой стороны, чтобы они не получили какой-то удар от этого работы в десятку. Я не знаю. Я не боюсь то, что Творец посылает. Нужно получать это в совершенстве и работать с тем, что есть. Ты должен их принимать таким образом. Это то, что мне дано. И с этими товарищами я работаю. То, что Творец посылает, это очевидно. Самое правильное для меня, чтобы прийти к реализации пути. Свыше каждую секунду дают нам оптимальное состояние для окончательного исправления. Если это так нам не кажется, значит, это признак того, что мы не подготовили себя к правильному состоянию. Я тоже не жалуюсь Творцу, что у меня есть такой ученик, как ты. Все прекрасно. На этом мы закончим урок. Я вам рекомендую начинать чувствовать себя, ощущать себя в общей группе. Согревать тех людей, которые пребывают. И сегодня, ночью и завтра, люди, которые пребудут, начнем или продолжим это объединение завтра. Так, интенсивно, хорошо, так, с хорошим желанием от каждого и от всех вместе. Мы не забудем также всех наших товарищей по всему миру, потому что без них нам вообще нечего думать даже о каком-то успехе. Объединение – это наша цель. И также все те люди, которые находятся в разных состояниях, не совсем исправленных, и в здоровье, и во всех невзгодах. Будем надеяться, что наше объединение, тот свет, который мы притянем, поможет им. Тогда мы раскроем всех в правильном состоянии, в быстром продвижении. Лехаим. Лехаим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ